Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Это мы в школах вели урок «Гаси ОМОНовцы!» А чтобы потом гордо арестовывать школьников на несанкционированных митингах. Это мы доводим свою страну до такого состояния, чтобы потом на это состояние строить дворцы. Это мы. Обо всем остальном расскажу сегодня. Это «Вести без Киселева» — совместный проект «Ирмак Медиа» и реальной журналистики. Привет-привет, мои дорогие! С вами Юля, и мы начинаем! У меня просто кость широкая. Или нет? Мы не жирные, мы просто на массе. Или вот это «Все любят блины, но кто-то в спортзале, а кто-то и не только в Масленицу». Владимир Жириновский на этой неделе вновь завел свою песню о главном. Он вновь предложил ограничить россиян в весе. Понимаете, очень-очень крупный человек, толстый, безмерно, это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, ему давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, они от государства недополучают. Это вот как бы, я вот еще в 2014 году сказал, это у нас 7 лет почти, 7 лет. Я сказал, 80 килограмм давайте установим. Я не говорю увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас 95. Вот почему-то в России всегда так. Человек с весом в 95 килограммов предлагает ограничить вес 80 килограммами всем остальным россиянам. Да и причина, по мнению Жириновского, вполне адекватная. Толстый человек, лишняя рука в кармане государства. В то время, как не очень толстый, ну, например, я чего-то недополучаю. Вы понимаете, о чем речь? Видимо, человек с лишним весом, это уже, ну, как бы второй россиянин, требующий выплаты ему двойной зарплаты, пенсии, пособия, которые, по всей видимости, собираются забирать устроенных и отдавать полным. Или я чего-то не понимаю. Но главное, друзья, тут не это. Для нас с вами установлен потолок 80 килограммов, а для чиновников 100. А теперь вопрос. Чиновники, они как бы не россияне? Депутаты, такой переходный вид от человека к ангелу. Или с чем еще может быть связана подобная дискриминация? Нетушки, давайте уж по-честному. Установим весы в здании Государственной Думы. И перед каждым заседанием будем взвешивать всякого туда входящего. И тут же на месте будем взимать налог на жир. А отдавать его тем, кто до 80 не дотягивает. Я вам гарантирую экономический подъем в стране. А еще гарантирую оздоровление нации. Все чиновники станут стройными и красивыми. А все россияне веселыми и здоровыми. Потому что хоть кушать нормально начнут. И на спортзал денежки появятся. Все как я люблю. Два в одном и все счастливы. А пока смотришь вокруг и по-настоящему полных людей-то и не видишь. А почему? Да потому что они в телеке. То налоги повышают, то штрафы. А на некоторых вообще без слез не взглянешь. Четыре меня. И то только в одной ноге. Короче говоря, друзья, чую я попахиваю все это созданием нового Министерства жирных тел. Под руководством Нежирного Жириновского. Где нам с вами введут ограничения по калориям. Норма 2000 в сутки. Съел 2500. Плати штраф. И пофиг, что у тебя не довес. Главное, чтобы в Министерстве жирных тел эти самые тела не худели. Россия щедро душан. Щедро раздает свои богатства. Щедро одаряет топов госкорпораций внушительными гонорарами. На этой неделе поздравления с сохранением стула получил бессменный Миллер. Это председатель правления Газпрома, занимающий свой пост целых 20 лет. Ну и имеющий зарплату по информации издания «Капитал страны» на сегодняшний день более 5 миллионов рублей за 8-часовой рабочий день. И да, это тот же Миллер, об отставке которого разговоры ведутся почти каждый год. Последний раз в декабре 2020. Миллера упрекнули в снижении темпов газификации. Ну, видимо, только для проформы, на что любимый президентский топ ответил. К 2030 году газификация нашей страны будет завершена на 100%. Плюс на той встрече Миллер активно источал оптимизм по поводу силы Сибири и готовящегося к строительству его собрата. И несмотря на слабые финансовые показатели, Миллер остался в своей должности еще на 5 лет. Политологи утверждают, что таким образом глава государства дал понять, что своих он отобьет в любом случае, как это уже однажды произошло с главой Сбербанка Германом Грефом. Тогда он отбил банкира от Бессагона Михалкова. А теперь та же схема сработала и в отношении Миллера. Видимо, вопреки известной фразе, незаменимые люди все-таки существуют. Знакомьтесь, Алексей Миллер. Самый дорогой глава госкорпорации и по совместительству богатейший человек России. По данным журнала Forbes за 2016 год. Примечательно, что только за 1-2020, когда за первое полугодие Газпром насчитывал убытки в 276 миллиардов рублей, доходы членов правления Газпрома в этот же период выросли на 33%. Это все, что нужно знать о незаменимых людях. Кстати, о богатейших людях. Роман Абрамович приобретает новую 145-метровую яхту. Таких нет даже у королевских семей. Подробности расскажем, когда судно будет спущено на воду. Пионерию приравняли к единой России. Ну, или единую Россию к пионере. А губа не треснет? То, что единороссы всячески сравнивают себя с эпохой настоящего патриотизма, это уже давно не новость. И я не удивлюсь, если к столетию образования пионерии в следующем году единороссы провозгласят себя идеологами нового патриотического воспитания. Потому что уже сегодня идет откровенное навязывание себя подрастающему поколению. Придумали свой отряд, пошили собственные триколоровские галстуки. Что сейчас будет? Посвящение пионерам. Посвящение пионерам. А дальше что? А родители в курсе? А все отобряют произошедшее? На видео губернатор Приморского края Олег Кожемяка, лично принимающий в пионеры единой России 58 учеников средней школы номер 21 города Владивосток. Сначала ребятам предложили вступить в молодую гвардию, а оттуда прямиком в единую Россию, желательно прикрыв уши и не оглядываясь. А как же лозунг «Дети вне политики»? Или это другое и мы просто не понимаем? Ну и типа, а зачем придумывать что-то новое, когда можно взять что-то известное и его видоизменить? Из пионерии вынести галстуки, а на то, что пионерия была на иждивении государства, как бы закрыть глаза. И что типа и за свой счет поразвлекаются? Кружки и секции платные, пропаганда и та за деньги, патриотизм гееропейский. Хороша пионерия 21 века? Или это очередная многохотовочка? Выборы же скоро. Пенсионеров сколько могли, а кучили, взялись за молодое поколение. Я не удивлюсь, если завтра всех принятых в пионерский отряд начнут жестко проверять на причастность к другой политической религии. Или, не дай бог, уличат в лояльности к Навальному. А если завтра каждая партия начнет создавать свою пионерию, свои порядки и свои галстуки, так это ж никакой чипизации не понадобится. Издалека по галстуку будем определять, кем промыты мозги тому или иному человеку. А пока, кто первый того и тапочки, а потому встречайте молодых путинят, путионеров и путамольцев. Враги сожгли родную хату, теперь направились и к нам. Руководство страны озвучило очередную теорию заговора против России. На этот раз провокация коснется медицины, а точнее способов борьбы с новой инфекцией. Суровые, знаете ли, времена наступают. Тут уж речь даже не о половцах. Посерьезней проблемка будет. Все на Россию матушку ополчились. И на агенты уронили рубль. НАТО снизило доходы россиян. Гейропа была поймана с поличным на росте цен в российских магазинах. Что еще? Ах да. И медицину, видимо, Шурик из кавказской пленницы развалил. Причем настолько, что лечиться начали подорожникам, а не отечественным инговеринам. Друзья, а вам не кажется, что нас поставили в условия, когда выбора как бы и нет? И хоть мы и говорим, что все одинаково бедные, а кто-то все-таки беднее? Потому что пока одни едят сыр с плесенью, другие ищут способы избавить от нее стены. И пока одни на российских землях строят свои дворцы, другие в этих землях засыпают беспробудным сном. И что-то подсказывает мне, что новость о готовящихся провокациях это не что иное, как способ лишний раз отвлечь наше внимание от чего-то по-настоящему важного. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Ну а у меня на этом все. Я напоминаю, что продолжение этого выпуска новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока.